Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях человек, о котором вы наверняка слышали, но не видели, так как в видеосюжетах появляется редко, востоковед, руководитель канала «Первый» и «Лижневосточный» Мария Кича, с которой мы поговорим о регионе и на армянскую тематику, разумеется. Здравствуй, Мария. Когда я сказал ребятам, которые мне помогают, что приглашу в антитопор Марию Кичу, они попросили задать вопрос. На каких языках говоришь и как их изучала? Вот это их главный был вопрос, чего их интересовало почему-то. Добрый вечер, Вадим. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели. Ну, у меня получилось так, что учить именно целенаправленно я стала английский, потому что весь мир говорит на английском. Разве вы этого не знаете? Да-да-да-да-да-да. Учила я его долго и для себя, начиная с класса шестого или седьмого, с отличным преподавателем. И на первый курс универа я уже пришла со знанием языка. Затем, соответственно, съездив после окончания университета в свой первый евротур, по Европе, я континентальный. Как я тебя понимаю. Да-да-да-да. Я поняла, что для нормальных поездок по Европе нужно знать или немецкий, или французский, или итальянский. А английский, значимость английского, его распространение даже на Западе, немножечко так переоценено. И, соответственно, я, как человек ленивый, начала учить итальянский. Благо, у меня была знакомая, которая его прекрасно знала. Но потом меня просто перебило в сторону Ближнего Востока. Итальянский там не особо распространен. Разве что в Эфиопии, в Эритрее. Да, может быть, где-то в районе Ливии, куда я еще не доехала, к сожалению. И я поняла, что все равно, так или иначе, арабский, турецкий. Но это надо учить. Потому что в противном случае я буду вечно чужая, я буду вечно какая-то там обманутая туристой, я особо никуда не доеду. И, в принципе, это надо. Если ты занимаешься регионом, если ты по нему очень много катаешься, то почему бы и нет. И у меня изначально получилось так, что я хорошо снимаю на слух. Поэтому арабский я просто начала учить, что называется, на улице. Затем уже я съездила в Ливан на языковые курсы, потому что я поняла, что все-таки надо учиться читать и писать. Вот, полтора месяца учила алфавит, прокляла все на свете, решила, что это безнадежно. Ну, потом просто взяла себя на... И стала эту историю продолжать. При этом... При этом мне повезло, мне повезло, то, что я знаю очень много диалектизмов. Ну, именно... Да, да, да. Именно потому что я каталась. И катаюсь много по странам. Потому что на фусхе, то есть на литературном арабском, когда ты говоришь, тебя запросто могут и не понять. И тебя могут не понять не только в какой-нибудь там несчастной, там, убогой деревне египетской, но тебя могут и не понять даже где-нибудь в центре Бейрута. То есть мы, когда были там на языковых курсах в Ливане, мы гуляли по Бейруту, и мы с ребятами, с арабистами поставили такой эксперимент, мы там приставали к людям и спрашивали у них там на фусхе какую-то ерунду, там, как пройти библиотеку. Представьте себе, стоит около салона... Центр Бейрута, на минуточку. Парижа, Ближнего Востока, некогда. Стоит под салоном красоты. Стоит ливанка, вся из себя. Вот такие губы, там, волосы, вот такие ногти. Она стоит, курит, там, декольте, все дела. Мы у нее что-то спрашиваем на фусхе. Она начинает дурным голосом вопить на всю улицу. I don't speak fush. Все, то есть, как бы, это свободная женщина Востока, а не какая-то угнетенная крестьянка. Вот и все. Ну, то есть, изучение было на улицах арабских стран. Изучение на улицах арабских стран, ну, потом это, естественно, перешло на другой уровень, потому что все равно надо работать с источниками, надо читать новости и прочее, прочее, прочее. Я, естественно, что у меня там идеальный арабский язык, уж тем более фусха, уж тем более идеальное произношение, да, конечно, нет, но мне этого хватает. И все равно, когда ты этим занимаешься, ты прокачиваешь. Так, и так мы имеем, значит, что английский, итальянский, турецкий, арабский. Ну, и не только. Есть еще фара, да. А, что еще? Есть иврит, и есть армянский. А, вот так вот. А армянский как и где изучала? Это базовые настройки. Это базовый интерфейс. Ну, тут надо сказать, что у тебя же еще и армянские корни тоже. Да. Да. Ну, дома говорили по-армянски? Да. То есть, его можно сказать, армянский можно сказать как второй родной язык тоже. Кстати, не сложно было его изучать? Ну, я даже не знаю. Потому что... Потому что... Потому что... Потому что... Ну, в принципе, это то, что у тебя есть с самого начала. То есть, я не спорю. Сейчас, например, у меня кошмарное армянское произношение. То есть, ну... Какое? У меня чисто... У меня такое чисто русское армянское произношение. Произношение. Скажем так. Вот. Но, тем не менее. Ну, знаешь, я хочу сказать, вот твоя фамилия Кича, Кича, переводится с армянским разговорным, да, как мало. Но, учитывая, что ты полиглот, то подошла бы фамилия, наверное, Шата. Много. Такой вопрос. Как оцениваешь происходящее в Армении? Что приветствуешь, а что нет? Очень интересно было бы узнать твое мнение. Мне кажется, что, ну, во-первых, я стараюсь такую там моральную либо эмоциональную оценку каким-то процессом не давать. Потому что я не конструирую какую-то идеальную реальность. Я стараюсь понять, что происходит на самом деле. И по возможности, если я вижу такой шанс, я стараюсь что-то спрогнозировать на будущее. Но это, опять-таки, не потому, что вот мне так нравится или мне так хочется. Например, ситуацию с Арцахом, ну, я понимала, что, в общем-то, так и будет. Но в то же время, в то же время я прекрасно понимаю, прекрасно знаю, что такое Арцаха. И я не думаю, что вообще на земле есть армяне, хоть один, который бы желал такого исхода. Ну, по крайней мере, вот такого промежуточного результата, скажем так. Вот, поэтому поэтому мне кажется, что все равно то, что происходит, надо стараться оценивать максимально с холодным носом, иначе, ну, иначе это просто уже не исследование, иначе это не аналитика. Иначе это там пропаганда, там розовые, там какие-то там пони, дворцы там на песке и все, что угодно. Относительно Армении, мне кажется, что ситуация складывается та, о которой я говорила достаточно давно. Армения из российской орбиты уходит. Можно это расценивать как хорошее событие, можно это расценивать как плохое событие, можно на эту тему злорадствовать, что, в принципе, мы в соцсетях наблюдали уже и периодически, наблюдаем регулярно. Причем наблюдаем это с двух сторон, и со стороны России, и со стороны Армении тоже. Да, то есть на самом деле, в принципе, ну, знаешь, чисто по-человечески, ну, как-то жалко, что все вот так вот происходит. И на самом деле жалко, что вот, ну, скажем так, было то, что было. Потому что Армения сама по себе, она безумно пророссийская, по крайней мере, вот была до недавнего. И там Ереван, это один из тех городов, где гигантское количество там вывесок на русском языке. И где на самом деле там никто, простите меня, там не выпендривается, а в том плане, что я не говорю по-русски. Speak English, please. Потому что там в ряде там советских республик, в том числе и там соседних, ну, бывших советских республик, в том числе и соседних, я это наблюдала. То есть я не говорю, я не говорю там про какую-то молодежь, которая действительно там знает свой национальный язык и там знает английский. А русский уже прошел мимо них. Я абсолютно не имею в виду таких людей. Я имею в виду людей, вот которому ты говоришь что-то по-русски, он на тебя смотрит, ты по глазам видишь, что он тебя прекрасно понимает, но speak English, please. Причем по-английски, причем по-английски он говорит, я не знаю, там еще хуже, чем по-русски. Ну, реально. Поэтому у нас грустненько все это национально. Я дополню не только Армения, но я очень удивился, что и армяне, которые проживают на Западе, в большинстве своем были тоже всегда пророссийскими. Да, именно. Да. А армяне, которые в России живут, они вообще, по-русски, пророссийские на 200%, если не на тысячу. Поэтому... Я помню свои встречи в Сан-Франциско с местными армянами, там собралось какое-то количество людей, были армяне и как бы иммигранты, выходцы из СССР, постсоветского пространства, были армяне, так скажем, местные, то есть родившиеся там, да, или ливанские, скажем. И я очень удивился, что большинство из них были пророссийскими, очень даже пророссийскими. Это американские армяне. Ну, американские армяне, это отдельная тема. Ливанские армяне, а что они очень боевые. Очень-очень-очень. Потому что вот это непосредственно потомки тех, кто выжил... А доводилось с ними говорить? Да, конечно. Там вообще есть армянские, там есть армянские деревни, поселения, есть армянские районы, типа того же знаменитого Бурдж-Хамуда. То есть ты туда приходишь, ты попадаешь на улицу Армении, вокруг тебя там всевозможные заведения, там Ван, Арарат, там Арцах, и прочее, 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 прочее. Везде армянские флаги, везде армянская речь, везде вывески, там, не знаю, там стоматологов, парикмахеров, юристов и прочее, прочее, прочее. У всех фамилии Наян, какой-нибудь там торговый дом, там Габриэляна, ну и вот это вот все. То есть там, в принципе, нет какого-то ощущения, что ты в Ливане, например. Там действительно ощущение, что ты в Ереване где-нибудь. При этом, насколько я знаю, у большого количества этих людей есть армянское гражданство, и многие из них, вот, из Сирии, из Ливана, из Ирака, из Египта, я таких людей знаю, я с ними общалась, они действительно репатриируются в Армении. Другое дело, что когда там тот же самый Бурдж-Хамут, когда оттуда армяне уедут, он непонятно во что превратится, но он, в принципе, потихоньку превращается, непонятно во что, потому что люди оттуда уезжают. Ну, так, в свое время многие уехали из Ирака, из Сирии. Да, да. Вот, кстати, если в Армении там вы где-то увидите, встретите армянина, который по-русски не говорит, то, скорее всего, этот человек приехал откуда-то с Ближнего Востока. Да. Да. Мария, я тебя считаю востоковедом широкого профиля, от того, будучи я, вот, индологом, да, знаю отлично Пакистан, но задаю вопрос тебе. Как ты считаешь, почему Пакистану так важен Азербайджан, из-за чего он не признает до сих пор, кстати говоря, Армению? Ну, да, это абсурдная история. Это реально абсурдная история. Пакистан – это единственное государство, которое не признает существование Армении. Ну, да, насколько я понимаю, вот, я не специалист по Пакистану, поэтому как бы умничать по поводу Пакистана, я даже не знаю, насколько там приемлемо с моей стороны, но раз ты спросил, я отвечу. Мне просто кажется, что Пакистан сам по себе страна весьма и весьма специфическая, мягко говоря. То есть мне просто кажется, что вот эта вот ситуация, вот эта вот ситуация там за Кавказом или на Южном Кавказе, называйте как хотите, ситуация с Пакистаном и Индией, вот стороны смотрят друг на друга вот через континент, да, и они видят какую-то зеркалочку. То есть, например, Индия, в принципе, она воспринимает Пакистан, ну, грубо говоря, примерно так же, как иранцы и там армяне воспринимают Азербайджан. То есть, ну, просто как, вот и Индия воспринимает Пакистан, да, как свою какую-то там провинцию, свою какую-то часть, причем, ну, не самую благополучную, которая вот по стечению обстоятельств каким-то образом вот откололась, и вот теперь что-то, что-то вот из себя изображает. В принципе, Иран точно так же смотрит на Азербайджан. Армяне и азербайджанцы, в принципе, подкалывают в том же самом ключе. Поэтому, мне кажется, что... Я думаю, что у Пакистана, скорее всего, бзик, знаешь, какой? На религиозной кочве. На религиозной кочве. Да, это тоже, да, вполне. Потому что, ну, за всю свою историю паки никогда не сталкивались напрямую там с армянами, скажем. Ну, я имею в виду с армянским государством, чтобы кто-то от кого-то зависел как-то. Ну, не было такого. Более того, я об этом всегда говорю, когда был в Пакистане тоже. Мне один раз как-то доводилось даже принимать участие на лохорском телевидении. Я им даже сказал по поводу этой темы. Я говорю, вот у вас в Карачи, это крупнейший город Пакистана, есть Арменин-стрит. Никогда не задумывались, почему улица так называется? У вас нет никакого Азербайджан-стрита быть не может, потому что этого государства как такового не было до 20 века, чтобы у вас как-то связывалось с ними. Ну, или там, скажем, народ, да? Если улицу назвать честь народа. Но при этом есть Арменин-стрит. Здание телевидения в Исламабаде, это старое здание телевидения, это принадлежало бывшему армянскому купцу, который все это оставил и перебрался в Британию, когда британцы покидали на тот момент Индию, да? В 1947 году. Ну и так далее. То есть, были какие-то армянские элементы на территории современного Пакистана или на территории Западной Индии, как тогда называли. Более того, в прошлый раз я делал сюжет из Афганистана, рассказывал об армянском наследии Афганистана, и там было тесно связано именно с Пакистаном. Куда ушли эти армяне из Афганистана? Снова Пакистан. То есть, контакты все-таки межличностные были. Меня, честно говоря, всегда удивляло, почему Пакистан не признает до сих пор Армению. Хотя, если во главе угла Арцах, ну так вроде бы как Алиев говорит, арцахский вопрос решен, что еще Пакистану нужно. И вот, я думаю, скорее всего, на религиозной почве не более. Хотя Азербайджан утверждает всему миру, что о религии вообще не имеет смысла говорить, потому что война это за Карабах не на религиозной почве. Но я-то тоже езжу по восточным странам, и я вижу, кого Баку принимает при этом, там мусульманскую, лигу всякую, да, число там исламских государств, там, ну свыше двух десятков было точно, в Баку, где Алиев и его министры уговаривали, чтобы те не торговали с Арменией из-за Карабаха. Ну, это еще было до 20-го года. То есть, все-таки религиозная тема присутствует, и я думаю, что как раз Пакистан по этой части. Да ее не может не быть, потому что, когда речь идет о подобных конфликтах, взять и вот конкретно провести грань, вот здесь национальная, вот здесь религиозная, а вот тут нет такого фактора, а вот тут он есть, но мне кажется, что это практически невозможно. А почему у христиан такого нет? Почему христианам бы не вопить, спасите, помогите, братья во Христе, нас мусульмане убивают? Слушай, ну а что, на восточном христианам это сильно помогает? Ну, я и думаю, у христиан вообще этого нет, хоть у восточного христианства, хоть у западного христианства. Ведь реально на Ближнем Востоке христиане так или иначе, но заканчиваются. Они оттуда уезжают, потому что им там плохо, их там угнетают. Их убивают там, разрушают их храмы и прочее, прочее, прочее. Причем мы это наблюдаем повсеместно. Мы это наблюдаем в Ливане, мы это наблюдаем в Египте, мы это наблюдаем в Сирии. Сиси, конечно, президент Египта, он, конечно, молодец, что вот он распорядился там, ну он же любитель строить города. И он распорядился в каждом новом городе, построенном, в каждом на районе этого города строить Кубскую церковь. Ну потому что до этого везде там мечети, 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 а вот теперь мы будем обязательно строить Кубские храмы. Такая, казалось бы, классная толерантная мультикультурная инициатива, да, и коптов там в Египте немало. Почему бы и нет? Но египетское правительство, египетские власти не в состоянии, и, в общем-то, судя по всему, и не имеют желания этих самых коптов защитить. Потому что история, когда там посещают Кубскую девушку, заставляют ее принимать ислам, потом отсылают там видос родителям, где уже там нитяга сделали, и все, она уже там замужем, и все, полиция, полиция на это не реагирует. Абсолютно. Ну, там это только начало, а вот я был в Судане в 2021, по-моему, году, это был ковидный год, помню, там уже и армяне местные, и копты местные, можно сказать, в Красной книге. Армян остается, оставалось, ну, тогда, когда я был, 15 человек, учитывая, что за это время две женщины, насколько я знаю, с голоду умерли, там снова началась гражданская война, вот, по-моему, год или полтора года после моего приезда снова начали стрелять, и была там очень пожилая женщина, армянка, с ней была сиделка тоже армянка, ну, взрослая тоже женщина, ей под 70, и та, что инвалид, ей было вообще под 90. И вот они закрылись, питались запасами, никуда не выходили, и запасы у них закончились, и обе погибли. Это вот я знаю, вверх 15, а коптов так вообще их там насильно обращают в ислам. Армян-то не трогают, но коптов насильно обращают, потому что, в отличие от армян, копты, они более такие цветные, ну, суданцы, они же разные, как бы, да, есть, например, сильно черные, да, а есть такие коричневатые, вот копты ближе к ним, поэтому коптов они считают своими, как бы, африканцами, местными жителями, и их активно обращают в ислам, а армяне все-таки для них это более такой европейский народ, у них квартал даже находится, армянский квартал Хартуми, там, где посольства разных государств, хорошо охраняемая зона, но когда вот начинаются перестрелки, даже эта зона тоже попадает под раздачу. Да. На чем мы остановились-то? Я почему-то... А, на этих коптах в Египте. Хорошо, вопрос еще такой. Это по поводу той нашей предыдущей темы, Пакистана, Индии. Я не знаю, следишь ли ты над тем, что происходит вообще в социальных сетях, да, и вообще пропаганды со стороны Баку, но вот в последнее время там муссируются такие слухи, я не знаю, кажется даже, что это не столько слухи, сколько на научном даже, на научной методике, что якобы армяне выходцы из Индии, это в Баку так говорят. Да, я слышала эту теорию. А откуда вообще это все берется? Вот есть где-то вот нити какие-то? Я вот, например, ну не попадаются мне азербайджанцы более серьезные с высшим образованием, чтобы узнать у них хотя бы откуда они это берут. Может действительно где-то кто-то об этом написал и забыл? Слушай, я единственное, вот, кстати, вот единственное объяснение, объяснение, которое я слышала, это, ну армяне как цыгане, вот они из Индии. Да, это понятно, но почему из Индии меня удивляет? Ну, я же тебе говорю, здесь, видимо, попытки провести там параллели там с цыганами. Именно с цыганами? Ну да, ну в смысле вот такие вот там безродные, без культуры, без мультуры, без особых симпатий там со стороны там других народов. Короче, кочевники. Кочевники. Кто бы говорил. Мария, как ты думаешь, вот, когда я еще особо не разбирался в этих ВКонтактах и прочих социальных сетях, но только начал разбираться вообще в компьютере, в интернете, я долгое время был чайником в этом деле, и мне было очень интересно заглядывать в архивированные всяко разные справочники, словари, источники, ту же Википедию, да, было интересно читать о странах, народах, что пишут, что писали когда-то в стародавние времена, ведь сейчас же многое оцифровано, сейчас все можно найти и прочитать. Ну да. Скажи, почему пропагандисты этого не делают? Либо делают, может быть, но слух об этом не говорят. Просто когда я слышу, что они говорят и пишут об армянах, мне хочется задать вопрос. Слушайте, но все же в открытом доступе и не армянами писанное. Даже есть и армянами писанное, там, в пятом веке, в седьмом веке, но это что доказывает, что есть культура у этого народа, есть прошлое у этого народа, и довольно-таки глубокая история у этого народа. Вот что мешает пропагандистам сделать то, что я сейчас сказал о себе? Слушай, ну пропаганда любая, абсолютно любая, она есть у любого государства. Она как таковая, как явление, она не нацелена на то, чтобы установить какую-то истину, донести какую-то истину, докопаться до какой-то истины. Она нацелена при этом, я сейчас говорю о пропаганде в том смысле, вот в котором мы ее сейчас все в большинстве случаев понимаем. Потому что в широком смысле под пропагандой можно понять, понимать, я не знаю, и там призывы к распространению каких-то полезных привычек, например, пропаганду здорового образа. То есть пропаганда там сама по себе не означает априори что-то чего-то плохого автоматически. То есть пропагандировать можно и хорошие вещи. Но когда мы с вами говорим о пропаганде любого государства, любого абсолютно, то здесь же основная задача не донести какую-то там святую правду. Здесь же задача просто изложить ту схему мира, тот вариант истории, который на данный момент данному государству кажется приемлемым, адекватным, хорошим, прибыльным и прочее, прочее, прочее. И опять-таки для того, чтобы куда-то залезть и что-то посмотреть и что-то проверить, на это нужно потратить время. К этому нужно приложить мозги хотя бы минимально. То есть рассчитано на то, что человек не будет искать никаких доказательств, он просто прослушает и будет впитать эту информацию и пойдет дальше. Естественно, потому что в пропаганде ты живешь. Ты это слышишь от телевизора, ты это слышишь от своего окружения, тебя этому учат в школе. Ну, это просто факт. Опять-таки это касается совершенно любого государства. Не говоря уже о том, что каждое государство и каждый народ в принципе по-своему видит и воспринимает историю. То есть, я не знаю, берешь хотя бы тот же самый арабо-израильский конфликт. Израильская, сионистская версия и, собственно, арабская, палестинская версия, они вообще ни в чем не входят. Абсолютно. А речь идет об одних и тех же событиях, в которых участвовали и участвуют одни и те же люди. Вот и все. Поэтому, на самом деле, можно сколько угодно заниматься там просвещением, объяснением, там сетовать, что вот как это так, люди никуда не заходят и ничего не смотрят. У большинства людей для этого нет ни времени, ни сил, ни настроения. И они, в принципе, но они не видят в этом необходимость. Им так жить нормально. Но американцам же классно жить с ощущением того, что они... И вообще все пофиг, они где-то там за океаном. Ну, им все равно. Им классно жить с ощущением того, что вот они не такие, как все, с идеей американской исключительной. Ну, им же классно живется. Вот для них это же отличная теория. Евреям отлично живется с идеей бога избранных. Да еще и сакрализованных. Ну, и так далее, и тому подобное. Там арабам и мусульманам потрясающе живется там с историями про золотой век Ислам. Когда все были просвещены и придумали, я не знаю, там все на свете. Там включают фотоаппарат, там барокамеру, и я вообще не знаю. Ау Гебру. И про ШКН. И все это во времена халифата Аббасида. Но доля истины есть. Доля истины есть в этом. Слушай, ну невозможно придумать, невозможно придумать всю науку целиком. Нет, не все, но при арабском халифате, а в частности при Исмаилитах, по-моему, там наука очень здорово была развита на то время. Но об этом можно говорить отдельно. Точно так же, как можно поговорить о том, сколько идей, концепций они там просто взяли у покоренных народов и на арабский язык перевели, либо там не перевели. Вот и все. Поэтому это просто отдельная тема. Кстати, вот сейчас Европа, ну и вообще мир, он разделился как бы на две половины. Одна половина поддерживает Израиль, другая половина поддерживает палестинцев. Ну, мусульманская страна там понятна. Я проехался по Малайзиям, Мальдивы и так далее, там Палестина. Я был очень удивлен, что и в Европе много стран, которые поддерживают Палестину. Скажи, вот в этом конфликте, где ты себя видишь? Ох, я себя в этом конфликте в принципе не вижу, потому что я не участник этого конфликта, счастья. Я все время говорю о том, что это не моя война в плане участия. То есть я не еврейка, не иудейка, не арабка, не мусульманка. Я могу понять одних, которые топят за своих. Я могу понять вторых, которые занимаются тем же самым. Вот, но... Дело в том, что... Дело в том, что этот конфликт действительно разбивает огромное количество людей на два лагеря, потому что... Да потому что все как всегда. Он про ценности современного мира. про то, про то, насколько ты готов воспринимать там, либо не воспринимать другого человека. Насколько ты готов ему там отказывать в том, что он человек. Либо принимать его, и пусть у тебя даже возникает желание там, даже к нему не подходить там за 10 километров, и длинной палкой его не трогать, а просто вставить его в покое. Но, тем не менее, ты ему не отказываешь в праве на существование. Слушай, ну, между нами, говоря, последний конфликт, то, что сейчас разгорелся между Израилем и Палестиной, но все-таки палестинцы были виноваты, ведь они первые на этот раз все-таки начали, нет? Просто я сейчас вспоминаю, вот четко абсолютно все там перепалки у себя на канале и у себя в паблике 7 октября. Дело в том, что вот кто первый начал? Вот 7 октября. Вот одни говорят, что все началось 7 октября, а другие говорят, что, простите, а что было до 7 октября? Ну, до 7 октября я ездил в Израиль, я ездил в Палестину, вроде бы все было нормально. Кстати говоря, в аэропорту Бен-Гурион я даже спросил у сотрудницы, я не знаю, безопасности аэропорта, как они там называются, я у нее спросил, я говорю, скажите, а я могу выехать отсюда на территорию Палестины? Говорят, можете, но мы за вас не ручаемся. То есть они сами туда не ездили. Но во всяком случае не было этого бедлама. Слушай, ну... Нападение-то было со стороны палестинцев сектора газа? А что такое сектор газа и как он появился? А кто и как там живет в секторе газа? Нет, нет, ну это понятно. Это мы можем... А почему и когда появился Хамаз? Нет, слушай, ну вот это вот то, о чем я говорю. Это то, о чем я говорю. Потому что... А что, собственно говоря, они все сидят в этом секторе газа, который при каких-то неизвестных, да, типа обстоятельствах возник. И что они такие злые? Что они прям мечтают уничтожить Израиль? Если мечтают. Ну просто нельзя такие вещи упускать. Просто у всего есть первопричина и у всего есть последствия. Вот эти палестинцы, которые 7 октября вылезли из-за забора, это... Какие-то инопланетяне, которые вот просто на голову упали израильтянам. Ну а зачем нужно было расшатывать? Подожди, а в смысле расшатывать? А в каких условиях они жили в секторе газа? А что, собственно говоря, происходит регулярно на Западном берегу? Я сейчас просто пишу историю, книжку по... История арабо-израильского конфликта. В принципе, вот то, что я нахожу, то, что я там кидаю на канал, да, себе, ну я вам скажу, что это капля в море. Потому что мне кажется, что, наверное, ничего подобного, ничего подобного, наверное, в мировой истории не было вообще. И чем больше я этим занимаюсь, тем больше я удивляюсь. Ты говоришь про расшат? Ты говоришь про расшат? Простите меня, а что расшатывать? Но в этом секторе газа там 80% людей, которые вот там проживают, это беженцы и их потомки. Это палестинцы, у которых, начиная с 1948 года, израильтяне реально отобрали там землю, имущество, права. Их просто выгнали на вот этот вот участок. На эту реально тоненькую полоску. Построили там вот эту вот стену. У нас сейчас такой, вот как мы затронули Ближний Восток, у нас сейчас такой диалог выстроился. Со стороны может показаться, что я адвокат сионистов, адвокат палестинцев. Слушай, слушай, я считаю, что люди могут придерживаться абсолютно любой точки зрения на этот конфликт. У меня нет абсолютно никакого желания там бегая там за каждыми там всех там в чем-то там переубеждать. Ну, я хочу сказать, что для того, чтобы просто разбираться в том или ином конфликте, не нужно быть за кого-то или против кого-то. Вот и все. Просто арабо-израильский конфликт, он острый именно там для постсоветского пространства и в частности для России, потому что у нас огромное количество евреев уехало в свое время в Израиль. Плюс ко всему у нас в принципе достаточно сильна еврейская диаспора, если ее так можно назвать. То есть это все равно люди, у которых есть бизнес, это люди, которые руководят СМИ и прочее, прочее, прочее. То есть если бы... Но от этого Россия не стала произраильским государством, заметьте. Я говорю нет, я говорю не про это, я говорю именно про уровень такой накала общественных настроений. Слушай, если бы мы с тобой обсуждали какой-нибудь конфликт в Латинской Америке, предположим, где и стоят с другой стороны люди, я просто думаю, или там не знаю, тот же самый конфликт в Судане. Вот сейчас мы бы вот сидели, там два африканиста или два специалиста по Судану и его бы обсуждали, кто там прав, кто виноват, догло, не догло и прочее, прочее. Кто бы нас смотрел? Ну может быть только африканисты, только люди, которые интересуются этой темой. Арабо-израильский конфликт, он просто априори охватывает больше людей и он у него больше потенциальной аудитории. Хотя все равно большинству людей на планете ему вообще плевать и на арабо-израильский конфликт, и на армяно-азербайджанский, и на все остальные, потому что люди просто занимаются своими делами. У меня порой этот, у меня, ко мне порой просто в комментарии приходят там люди, которые слушайте, а что там арабо-израильский конфликт, расскажите вкратце, что там вообще происходит, из чего все началось. То есть, ну человек просто мимо крокодила, его в этом нельзя обвинять. Он просто что-то услышал, решил поинтересоваться. Становится ли он от этого хуже? Да, конечно, нет. Ну, и тут я еще хочу напомнить нашим зрителям, что Мария Китча еще известна своей храбростью. Она сама ездит по горячим точкам планеты и привозит оттуда материалы. В принципе, вот она работает, хотя Россия уже давно не Советский Союз, но она работает, как вот работали в свое время именно советские журналисты. То есть, они не сидели такие комнатные писаки, да, друг у друга сдирали какие-то материалы. Нет, она сама ездит, добывает материалы, а вот уже у нее, может, кто-то издирает. Это же я не знаю. Вот недавно у нее вышла еще книга про Афганистан. У меня, правда, одна книга ее, «Иерусалим». Была она в Афганистане в то время, когда уже талибы пришли к власти, естественно. И вот вопрос. Мария, не страшно ездить по таким горячим точкам девушки? Ну, скажем так, «Я знаю, куда еду». Если бы мне было бы страшно, я бы занималась чем-то другим, ездила бы по другим местам и сидела дома. Я, на самом деле, стараюсь, стараюсь не лезть никуда, если я не понимаю, как я оттуда буду выбираться. Это очень важный момент. Просто вот, просто вот мои там поездки, которые там могут показаться там такими смелыми, такими храбрыми, такими безрассудными. На самом деле, они, ну, продуманы, наверное, максимально хорошо, ну, при учете, что там вообще можно что-то продумать. Потому что мне неинтересно поехать куда-то, встрять в какую-нибудь ужасную историю и потом еле-еле оттуда унести ноги. Я считаю, что показатели профессионализма это как раз-таки умение в такие истории не встревать. Поэтому какие-то там мои рассказы из поездок, они, ну, смешные. Они могут быть там немного там кринжовыми, там вот, ну, вот что-то вот все равно там где-то как-то, но при этом они не вызывают там ощущения какого-то, ну, я не знаю, там вот реально беспробудного ужаса. И я к этому не стремлюсь. И, понимаешь, там тот же самый Афганистан, там Ирак, еще что-то. Это было не сразу. То есть не было такого, что я там, не знаю, там до, не знаю, там до там 18 лет там жила там дома с родителями и никуда особо там не выбиралась максимум с ними на море, да, а потом мне исполнилось 18 лет, мне оторвало башню, я такая, е-е-е, я еду в Афганистан. Нет, конечно, это все равно шло по нарастающей. И каждый раз тебе интереснее залезть куда-то глубже, куда-то дальше, куда-то, куда-то туда, о чем ты бы еще там несколькими годами раньше, ну, либо не задумывался, либо отказался бы от этой идеи сразу. Но в то же время очень важно сказать себе стул. То есть бывают ситуации, бывают места, куда, по крайней мере, вот лезть не надо. Сейчас. А какие места? Куда лезть не надо? Слушай, ну вот смотри, например, далеко не будем уходить. 5 октября, 5 октября 2023 года должно было начаться мое недельное пребывание в секторе ГАРЗа. Для того, чтобы, причем легальное, естественно, не через туннели ХАМАС, ничего подобного. То есть тебе нужно было, для этого тебе нужно было получить разрешение и у ХАМАС, и у Израиля. Ну, у ХАМАС, потому что это власть в секторе ГАЗа. Вот. Получить разрешение и там, и там, это, знаешь, как акция кроссовки инвалидам. То есть, вот принесите справку о том, что у вас есть справка. А мы вам не выдадим разрешение, пока вы не принесете нам там разрешение с другой стороны, говорят обе спорами. Одновременно. То есть, ну, на самом деле, это тот еще квест. Я подняла на уши кучу людей. Я вообще дернула всех, кого я только могла дернуть. Мне в итоге выдали это разрешение. Чему я была несказанно рада. Вот я реально там хотела, ждала и т.д. и т.п. И я, значит, сажусь искать билеты и вообще, ну, пытаться сообразить, как я туда там поеду и каким образом. При том, что, естественно, я знаю регион. Я понимаю, через какие КПП я могу въехать, я не могу въехать. Вот. Ну, я начинаю смотреть и, знаешь, и у меня внутри просто что-то начинает орать. Тебе туда не надо. Тебе туда не надо. Все. Вот я просто сижу за КПП, за КПП, там пробиваю какие-то билеты, какие-то маршруты, а у меня просто все из рук валится. И мне постоянно что-то мешает. То есть, то я, то мне кто-то начинает звонить, причем с какой-то ерундой там, просто какой-то бредный. То я не знаю, там, я там на какую-то онлайн-игрушку отвлекаюсь, и я просто залипаю в нее на три часа, хотя мне надо билеты искать. А я сама по себе человек достаточно собранный и организован. То есть, ну я не тот человек, который, ну вот, постоянно на что-то отвлекается. Потом у меня вообще начинается дикий трэш, у меня начинает собакин выть. Он просто воет. Он просто воет, у него пасть не закрывается. Мария, скажи, а доводилось бывать в Баку? Да. Да, один раз я была. Неожиданно. Давно? Да. Да. Да, я даже фотки оттуда выкладывала. Каковы ощущения? Ну, я так понял, что, естественно, о твоих армянских корнях они не знали. Иначе бы туда не попало бы наверняка. я туда поехала, да, это было, да, еще было, по-моему, до 20-го, я не помню сейчас, но это давно было. Я туда поехала просто обычно, как турист. В фотке как бы у меня оттуда тоже, что называется, самые туристические. У меня, когда я туда ехала, у меня не было никакой там какой-то мысли, типа, сейчас я что-нибудь найду. сейчас я что-нибудь сфоткаю и как напишу, какие они там все. Не такие. Я, в принципе, я, в принципе, люблю путешествовать. Я, в принципе, понимаю, что если ты куда-то едешь, если ты куда-то едешь, ну, просто, что называется, веди себя нормально. Все. Да, но если бы у них, они бы знали бы, что у тебя есть армянская кровь, то, мне кажется, вряд ли бы ты туда доехал, потому что примеров очень много. Либо доехала бы, а по поводу выехать уже были бы, могли бы быть вопросы. Слушай, ну, Лапшина, насколько я знаю, там вообще чуть не придушили вроде, вот там студенты. Хотя у него армянской крови нет. там совсем другое, просто... Ну, там другое. Нет, там совсем другое, там посещение Карабаха, но там не только посещение Карабаха, там много чего еще. На самом деле, он оказался просто, как бы, фишкой в игре между вот Лукашенко, Алиевом, Израилем, и там много-много чего. А вот я же почему удивился, то, что АЗАЛ, например, азербайджанские авиакомпании, они уже в Москве или на территории России, на территории любой другой страны, они просто не садят на рейс людей с армянскими фамилиями. Аэрофлот садит на рейс, но уже на месте, ну, буквально только, может быть, 2%, которым повезет, они пройдут границу, остальных либо возвращают назад, либо какие-то проблемы создают. То есть, это было даже, насколько я помню, у Марины Осипян, а это на минуточку, была такая продюсер на НТВ, они по заказу значит, азербайджанского правительства должны были делать фильм о любимом, горячо любимом Ильхаме Алиеве. И продюсером выступала вот эта Марина Осипян. Когда они выехали в Баку с оператором, с корреспондентом и прочим, это, по-моему, было то ли в девятом году, то ли в восьмом году, где-то так. И что вы думаете, пропустили, все нормально, но потом пришли в гостиницу, и Марину выпроводили назад, говорит, извините, вам небезопасно здесь находиться, вам нужно покинуть Азербайджан, мы вас проводим в аэропорт. Он говорит, да вы что, я вообще-то продюсер того, что мы сейчас будем делать. Ну, нет, вот, велено вас сопроводить назад. И вот она оставила своего оператора, своего корреспондента, сама вернулась в Москву. Это правдивая история, я о ней как-то рассказывал даже несколько лет назад. Да, я тоже знаю, что людей с армянскими фамилиями там не пускают. Поэтому вот Кича все-таки, или как, Кича правильно, или Кича? Кича. Кича. Ударение на посты. Вот все-таки фамилия тебе тут оказала такую добрую услугу на посещение Баку. Хорошо. Еще такой вопрос, я думаю, будем закругляться уже по поводу твоих книг, потому что ты еще пишешь книги, где их можно будет приобрести? Вот одну я уже читаю, ты мне подарила Иерусалим. Я ее уже читаю, правда, недалеко ушел, где-то, по-моему, на сороковой странице. Ну, обычно я перед сном книжки читаю. У тебя есть еще другие, где их можно приобрести, если кто-то пожелает? Книга, я знаю, у тебя есть про Афганистан, тоже недавно она вышла. Что делать? Куда обращаться? Угу. Ой, да их можно, их можно много где купить. Они выходят в Бомборе, это научно, это научно-популярное издательство Эксмо, ну, подразделение Эксмо, поэтому их, в принципе, можно найти и в обычных магазинах, там, в том же самом, там, читай, городе, например, и в интернете, там, на зоне. В России они есть. Да, на постсоветском пространстве тоже мне люди присылали, там, и из Казахстана, и из Азербайджана, и из кучи мест. Поэтому, да, все это спокойно продается. И на самом сайте, там, Бук-24 тоже. Но это, это, это не редкость. И нет какого-то там конкретного адреса, куда, вот, туда, куда за этим надо пойти, потому что нигде больше ты этого не найдешь. Хорошо. И для завершения, куда мы держим путь, я имею в виду, Мария Кича держит путь в ближайшее время? Неужели к йеменским хуситам? Я бы съездила, на самом деле. Я очень хочу в Йемен, я очень хочу в Йемен, я очень хочу в Ливию, я очень хочу в Кувейт. Вот. Пока ни туда, ни туда, ни туда, из-за проблем с визами не получается. Вот. Но будем посмотреть. Мне иногда судьба подбрасывает такие подарки, о которых я и мечтать не могла. В плане поездок. Да и не только в плане поездок. Это была Мария Кича. До свидания. А мы с вами увидимся на следующей неделе непременно, как обычно здесь у меня в студии. Продолжение следует... ... ...